добрый вечер друзья пятница через несколько часов мы с вами увидимся в прямой трансляции а так по дороге домой с работы я хотел продолжить тему которая с утра была о выборах о том что люди пишут там и так далее в частности я своими соображениями хотел поделиться сейчас много говорят что он сейчас будет иммиграционная но если нет ни реформа то какие-то меры произойдут в иммиграционной так сказать сфере и никто не говорит сейчас о том что надо увеличить количество рабочих виз вот об этом вообще слова нет аналогично никто не говорит о том что надо грохнуть лотерею грин карт не потому что это не не важные вопросы хотя конечно рабочие визы на порядке важнее чем лотерея green card для страны для экономики для позиции республиканской партии так далее но происходит это потому что есть куда более важные вопросы острые очень-очень важны мы со светланы буквально вчера значит беседовали на эту тему и я в принципе за за то чтобы был забор то есть я с одной стороны понимаю что забор не решит всех проблем потому что есть люди которые просто приезжают и и потом не уезжают то есть вроде бы ехал официально и только 40 процентов людей находящихся в сша нелегально 40 перешли через речку там со шмотками в руках а остальные а 60 процентов они прибыли легально вполне но все-таки что-то решит это тоже это же неплохо я думаю что на самом деле еще тут есть другой момент если в стране будет другое отношение к нелегалам вот не такое безалаберное как было до туго то люди знаю что это опасно что они там нежелательные так далее может быть просто и не пойдут то есть скажем не то что все не пойдут но значительная часть не пойдет поэтому это тоже поможет но тот дальше значит что что еще до разговор мы я в принципе за то чтобы был забор и светлана это почему же вот мексика в принципе но вот где где справедливость мы хотим чтобы был забор а почему они считают что должна платить мексика я и я пытаюсь поставить себя в положении там людей рассуждающих разным образом я его ты знаешь что вот если я например коммерчески рассуждаю коммерчески вот если ты мне причиняешь ущерб вот допустим у меня стояла машина вот справа стоит беленький там лексус а ты меня раз и стукнула в крыло и помяла мне крыло значит чья ответственность вот я же тебя не трогаю а ты мне бах и в крыло на соответственно ты должна чинить правильно это ж твой расход не мой то есть с точки зрения не политической а такой чисто коммерческой значит вроде бы ну ты создал проблему ты и разбирайся в конце концов тем более мы же знаем как жестко жестоко не то что жестко жесточайшим образом как мексика защищает свой рынок труда когда туда идут люди из гондураса сальвадора там доминиканской республики так далее что они там с ними творят это вообще отдельная история но дальше что дальше так немножко время прошло с утра я просыпаюсь и тут не другая мысль это нехорошая аналогия она неправильная неправильная она в том смысле что соединенные штаты фактически зазывают как бы этих людей то есть нельзя сказать что идет какая-то пропаганда что вот там приходите к нам но по факту как бы ну да так же она есть бездействие такое у нас же есть законы по которым нужно наказывать нужно по закону нужно наказывать штрафовать работодателей которые берут на работу нелегалов в частности вот трампа самого его предприятия значит его когда-то оштрафовали за то что у него там работало тысячи человек нелегалов значит у нас есть законы мы эти законы сами не выполняем мы создаем условия когда люди которые могли бы не пойти да вдруг взяли и пошли у нас для них есть работа вместо того чтобы мы имели простой понятный закон для сезонных работников а может быть не обязательно сезонных ну конечно уборка винограда допустим там это сезонная работа а вот допустим работа на мяскомбинате где-нибудь вот она она круглый год происходит но мы как бы привлекаем нашим рынком труда во время рецессии последние вот там пять лет назад несколько миллионов несколько миллионов нелегальных иммигрантов ушли потому что не было работать а что им тут сидит без работы значит таким образом получается интересная ситуация это не вопрос республиканцев или демократов то есть мы видели администрацию республиканского от прибуше восемь лет он тоже пытался решить иммиграционный вопрос он все пытаются но не решил значит и никто ничего такого не сделал просто чтобы наши законы начали работать вот положено депортировать депортировать положено оштрафовать оштрафовать но в конце концов если мы депортируем они снова приходят значит ну ну хорошо ну действительно можно стенку поставить здесь что-то такое решится там и так далее но самое главное что если наниматели не будут нанимать так и никто и не придет а что им тут делать поэтому такая такое дело значит итак что мы пытаемся сделать ну как бы новая новая власть наша что пытается сделать она говорит надо депортировать 11 миллионов человек поскольку они в стране находятся нелегально и мы все как бы хорошо относимся к мысли о том что соединенные штаты это страна в которой главенствует закон и люди которые закон нарушают никак не могут от этого какие-то бенефиты получать в свою пользу нарушил закон значит извини то есть никаких обязательств перед тобой нет это не либеральная точка зрения либеральная отличается но в целом я вот как человек в чем-то консервативный в чем-то либеральная конечно закон должен выполняться но иначе зачем нам закон теперь все-таки у нас нету системы она отсутствует у нас отсутствует система найма сезонных рабочих из той же мексики я не не думаю что это должно зацикливаться на мексике но вот если бы мы сезонных рабочих могли привозить и не обязательно сезона из любой другой страны то есть допустим был бы веб-сайт на этом веб-сайте желающие регистрируются сами или с помощью кого-то наниматели их берут через этот сайт все это регулируется государством значит все все это легально легитимно платятся бенефиты и так далее он не пойдет семьей там и 8 детей эти слишком дорого ему будет он пойдет один поработает вернется там еще что мы же мы же их завлекаем вот этой тем что дети ходят в школу значит они там лечатся где-то за счет тех людей которые там живут потому что других денег на это нет вот значит а кто-то должен содержать систему медицинскую и здравоохранения народного образования идет жуткий перекос коррумпируется значит там полиция и всякие органы там которые должны были этим заниматься ужас но все-таки нашей экономике нужны эти люди то есть я не хочу сказать что правильно границу переходить не дай бог но но существенно то что если мы сейчас уберем 11 миллионов человек мексиканцев то не исключено что мы потеряем но может быть не 11 и не 5 а может быть пару миллионов рабочих мест потеряем американских тоже я могу сказать что происходит вот у нас тут в кремниевой долине это не дай бог не дай бог не аризона не штат нюмеки мексика это не невада не 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 это это вот тут кремниевой долине где все дорого это в лос-анджелесе это во флориде где там гостиничное хозяйство держится на нелегалов маленькие отельки держится нелегалов там никого больше работать и ну давайте уберем этих людей сейчас да но я вернемся к нашим делам значит у нас держится на нелегалах абсолютно все строительство если только мы не берем крупные организации где профсоюзы там там у них более-менее порядком так это же дорого как а значит дальше вы берете кого-то кто вам должен что-то покрасить что-то допустим там не знаю стенку поставить передвинуть крышу положить и вы с удивлением обнаруживаете что там из пяти человек которые у вас работают один таки легальный который там бригадир у них остальные четверо нелегальные вот они они существенно присутствуют строительстве очень-очень существенно они занимаются и газончиками и уборкой там улиц территории и так далее после 11 сентября когда стали разбираться там и наводить порядок обнаружилось что в аэропортах вот там скажем со франциском аэропорту аэропорту там была тьма тьмущая нелегалов которые работали в аэропорту вот такая была житуха поэтому да и потом сотрудников аэропортов перевели в госслужащие там и так далее так далее вместо частных там каких-то компаний которые этим занимали на нелегалах держится очень очень много сейчас это в северной калифорнии в очень дорогой калифорнии когда мы ездим например в вайн-кантри там два часа отсюда на повалы вот туда там сбор винограда там вот они приходят нелегальные из мексики собирают но не такие более менее сезонные вот мы сейчас ездили в мишиган сергеем до блогером другая америка значит и и разговор я не помню попал этот разговор этот на видео или не попал но у нас был с ним такой разговор его кто кто собирает он где-то полно нелегалов мексиканцы я бы а как же мексиканцы от границы южной сюда добираются он готов не такие бригады и они по мере того как сезон кончается в калифорнии там допустим или там где они собирают они перед перемещаются в более северные штаты где уборка происходит позже и он не так мигрирует этими бригадами нелегалов значит 11 миллионов человек я не думаю что они все работают да там есть дети может быть и жены которые там не работают с многодетными детьми там некоторые еще умудряются велфер получать и так далее но все-таки речь идет о миллионах людей миллионах людей занятых реально занятых работающих поэтому я хочу сказать что наверное наверное если за них жестко взяться то львиная доля может быть и сама уйдет чтобы не попасть под депортацию например прошли они попадут под депортацию то они уже никогда не смогут легально сюда въехать это лишает их возможности если они сами так потихонечку уедут а потом у них появится возможность легально попасть да когда будет система когда можно легально но я хочу сказать системы этой сегодня нет я против экономии на рабском труде вот этих нелегальных людей им недоплачивают может быть там фрукты я не знаю овощи немножко дешевле я я не против чтобы они были дороже на 30 процентов например и даже на 50 и может быть и вдвое в конце концов она не стоит так много мысли в бюджете семьи там это но чтобы было по-честному раз чтобы люди не были внизу в положении униженных и оскорбленных 2 чтобы они сюда не ехали на вэлфер чтобы помойку из страны устраивали 3 чтобы это не было ограничено чисто мексикой пусть из узбекистана приезжают чего им обязательно в москву что ли ехать пусть к нам приезжают сюда полно работы чем они то хуже вот вы те кто живете в узбекистане в таджикистане в киргизии скажите что люди бы не поехали если бы официально чин чинарем приехал поселили зарплату платит как положено там не меньше чем минимум вэйдж да вы чего вот поэтому вот эти крики особенно когда крики это совсем плохо но даже спокойное обсуждение на уровне не пущать депортировать какие-то репрессивные меры там и так далее давайте примем репрессивные меры к тем кто создал это все внутри нашей страны чтобы никому в нашей стране в голову не приходило что так можно поступать это 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 решило бы вопрос намного лучше чем забор намного лучше и конечно на уровне ну скажем так бытовом допустим нянечка живет в семье там бабичку воспитывает за нянечкой одинокой вряд ли кто-то будет сильно гоняться но когда у нас есть фермы большие там десятки людей работают может быть сотни работают когда есть мясокомбинаты бойни вообще мексиканцы работают на очень на очень грязных работах там никто больше и не хочет работать иногда вот посмотришься какое-нибудь видео там на ютюбе ужас просто буду в глазах темнеет как в каких условиях они работают стройка знаете что такое стройка например в аризоне или в неваде что такое работать на стройке когда температура там допустим я не знаю хорошенечко так за 40 когда сухо когда так жжет что любой из нас которые вот сейчас сидят меня слушают спокойно любой из нас загнется там через несколько дней не месяцев дней мы просто загнемся на этой работе поэтому это люди которые нужны депортировать это замечательно но должна быть альтернатива состоящая в том что мы должны этих людей или может быть других привести в страну на достойных условиях с достойной оплатой мы свою страну не хотим превращать в помойку вонючую где может человек должен работать как раб и приходить сюда как вор нужные люди пусть придут и работают поэтому я не я не смотрю на это так же как например там вот либералы смотрят которые вообще готовы всех оприходовать которые готовы там им грин карты раздать там или еще чего то такое и забор они считают что в наше время когда границы открываются забору ставить не надо индивидуально вот где над забор там поставили вот в израиле я помню относительно недавно там построили забор отделяющие значит место где там вот израиль от восточного берега если я не ошибаюсь по моему так забор вдоль сектора газа и раньше был а вот вдоль восточного берега не было все время приходили люди что-то взрывали хочу не взорвать ходи не хочу значит вдруг поставили забор и я спрашивал себя а почему они не поставили этот забор 20 лет назад почему они не поставили 30 лет назад почему они в стране где ходят и взрывают и взрывают и взрывают почему они не поставили этот забор а А все кричали, как можно ставить забор, там прям по полю прошло, там поле у человека, который, может быть, лично даже и не взрывал, может быть, это просто сосед его взрывал, вот, но я не против забора. Есть проблема, ставим забор, кто платит, я не берусь решать, я не думаю, что честно брать эти деньги с, допустим, тех средств, которые мексиканские рабочие переводят там своим родственникам, я не знаю, люди, работающие рабским трудом, переводят свои копейки, хотя вместе это складывается в миллиарды и миллиарды долларов, но из них еще вычитать, я не знаю, у меня нет решений. У меня нет ответа на этот вопрос, что нравственно и что ненравственно, может быть, это невыгодно, допустим, строить на свои, но кроме выгоды, все-таки есть вопросы нравственности тоже, и государство не может быть безнравственным и хорошим местом для людей, которые там живут, поэтому вот такие у меня соображения, я приехал домой и с вами прощаюсь, счастливо.